Главу 3 я записываю сразу же после второй части, потому что мне хочется посмотреть, что же будет дальше. Всё-таки, блин, если посмотреть на предыдущую главу, на главу 2, то Джонни Кейдж вообще идеальная просто часть. Если мы посмотрим на то здание, которое там демонстрировалось, это как в киберпанке, реально, я об этом говорил, но серьёзно, это так и кажется. Плюс, если смотреть на весь сюжет, в принципе, то я даже не ожидал то, что, оказывается, в прошлой главе, когда мы играли за Джонни Кейджа в начале, это всё съёмки фильма были. Мне казалось, что это реально какая-то трошанина по типу Диана Джонса, где Джонни Кейдж просто пошёл там в освоясь и искать какие-то сокровища. Оказывается, это съёмки фильма были. Поэтому, что будет дальше, мне прям интересно. Поэтому глава 3 прямо сейчас записываю сразу же после второй, признаюсь честно, потому что, ну, хочется хотя бы две главы в сутки проходить. Да, вам нужно ждать, но я думаю, что вы и так, скажем, уже проходили эту игру. Ну, я так думаю. А, да, всем привет, с вами Стивен. И мы смотрим на тренировочку каких-то чуваков. На высококлассную тренировочку так-то. Это Кун Лао, что ли? Или стоп, нет, Кун Лао, уж мы за него играли. Нет, не Кун Лао. А кто это? Нет, это Кун Лао. Это Рейден. Это не лучшая идея. Она гениальная, Рейден. Когда мы снова увидим Саб-Зиро, я поблагодарю его за вдохновение. Видишь, не действует. Может, действует слишком хорошо. Нам просто надо развивать проект. Мы сидим тут уже несколько месяцев. Я не могу создать кинематографичную вселенную про чудовищ и магию внешнего мира. Пока не увижу их сам. Поэтому ты здесь. Люкан сказал, что этот проект изменит путь моей жизни. Так это все и делается. Моя бывшая проклянет день, когда оставила меня. Как бескорыстно. Да ладно тебе, забитый. Ты просто хочешь вернуть свой меч. У всех нас есть причины быть здесь. У кого-то важнее, чем у других. Мы собрались не для того, чтобы устраивать склоки. Мы будем сражаться за земное царство. Давно пора. И сегодня один из вас будет выбран для участия в турнире. Только один из нас, лорд Люкан. Но внешний мир выставляет нескольких чемпионов. По правилам, такое преимущество дает со стороны проводящий турнир. Сейчас очередь внешнего мира. Не знаю почему, но спрашивал об этом раньше. Но какие у нас результаты на этом турнире? Земное царство и внешний мир уже долгое время равны по силам. Но внешний мир становится мощнее. Если он победит, его воинственные фракции станут наглее. Я думал, вы восхищаетесь внешним миром. Он обладает огромными знаниями, богатством и красотой. Но цели и убеждения у наших миров разные. Мы мирно осуществуем, потому что внешний мир уважает нашу силу. Если мы проявим слабость, наш соперник станет врагом. Я не проиграю, лорд Люкан. Для начала один из вас должен добиться права представить нас. Избран будет тот, который продержится дольше остальных. Рейден, выйди вперед. Хороший выбор. Сначала убери слабых. Дженни Кейдж. Ты сразишься с ним. Готов к крупному плану. Ладно, погнали. Помни, фермер, я всемирно известная звезда боевых искусств. Не думаю, что тебе по зубам такой орешек. Да ля, лицо у Люкана передает в принципе все. Я готов в Дженни Кейдж. Мой разум и дух. Ну, короче, вместе с ним. А, это я? Все, я понял. Я думал, я дальше за Джонника играть начну. Хороший. Воу. Так. Так. Воу. Воу, воу. Так. Блин, ну как он контратаковал? Стоять вообще не вариант. Блин, вот это... Такой промах только что был красивый. Вот поэтому мне нужны дублеры. Так. Так. Хорош. Блин, ну... А почему я промахнулся? Ой, я... Я не... Я не на того посмотр... А что за звезда? Что это значит? Он звездочку заработал? Воу. Так, он включил... Он фонарик включил. Ну, мы одолели его. Этот бой был честью для меня. Поздравляю. Кенши Такаши. Ты следующий. Они ненавидят друг друга. Это уже и так понятно. Ты умелый боец, Рейден, но тебе не хватает опыта. Отсутствие опыта я восполняю сердцем. Сила духа, а не сердце помогает победить. Я знаю, я сражался сотни раз. Нормальная такая прогрузка, чётенькая. Так. Надеюсь, я какие-нибудь приёмы-то изучу хотя бы. Потому что здесь я вообще не знаю, какие они. Ну. Воу. Один есть. Воу. Но я не понял, как я его нанёс. Победа. Я не понимаю, как наносить приёмы. Во. Ну, ясно. Я один крутой приём нанёс, и всё. Хм. Так. Не, я хочу приём нанести какой-нибудь. Ну, вроде... Тут просто комбинации клавиш, они перепутаны. Потому что у... У джейконов у них немного иное управление. Ещё сомневаешься в силе моего духа? Нет. Ты заслуженно победил. Так. Можешь отдохнуть, Рейден. Сегодня вечером тебя ждёт последний противник. А, Кун Лао, что ли? Да, 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 да. Сейчас Кун Лао. А кто будет боссом тогда, что ли? Сам Люка? Или снова Сапочек? 50 баксов на победу, Кун Лао. Так неинтересно. Поставь сента. Ха. Да не в жизни. Рейден. Кун Лао. Победитель этого боя будет представлять земное царство в боях против внешнего мира. Это тяжёлая задача. Но недооценивайте её. Если вы откажетесь сейчас, то не посрамите свою честь. Я хочу сражаться, лорд Люкан. Я тоже. Тогда пусть победит лучший. Так. Допустим. Допустим. Вставайся, Рейден. Ты ни разу не победил меня. Сегодня это не изменится. Нет. И если монахи нас чему и научили, так это тому, что единственная постоянная вещь во вселенной — это перемены. Так. Воу. Блин, страшно. Ладно, атакуем. Хех. Схватим, пожалуй. Так. Нормально. Нормально. Они, блин, как братья и близнецы, точно. Если б не шапки, я их даже б не отличал. Так. Хорош. Да. Победа, конечно, но... Тебе просто повезло, Рейден, как молния. Ты не попадёшь дважды. Прикольно, что ещё можно на одну клавишу этот приём делать, а можно на несколько клавиш нажать, и он то же самое. Да ё-моё, он стоит и смотрит, дурачок прыгает какой-то. Ай. Так. Так, хорошо, хорошо. Вау. Так, 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 так. Пошла жара. Пошла жаришка. Так. Ну, я, конечно, победил. Но почему-то за этого персонажа я вообще ни одного приёма не ношу. Всё когда-то бывает в первый раз, Кунлао. Всё отлично подготовились, но Рейден превзошёл всех. Исход боя меня не удивил. Как я мог? Поздравляю, Рейден. На турнире. Тебе понадобится вот это. Это что такое-то? Как у Железного Человека? Он выкован старшими богами и даёт владельцу способность управлять молнией и громом. А, вот как он силу получил. Ну же, испытай его. А, он на айфон всё записывает. А ладно, это не айфон, святой ковчег завета. Это потрясающе. Но необходимо ли? Твои соперники из внешнего мира будут обладать не только огромной силой, но и могучей магией. Амулиет уравняет ваши шансы. Будь осторожен, Рейден. Тебе могут ранить. Или даже убить. Ни один участник турнира не был тяжело ранен или убит. Я бы ни за что не послал своих чемпионов на смертельную битву. Так оно так и называется же. Через 7 дней мы отправимся в столицу внешнего мира Суньдо. Турнир пройдёт во дворце императрицы Синдал. Так. И получается я сейчас с Рейденом буду против главного противника играть какого-то. Ну, как я понимаю. Жителем земного царства внешний мир может показаться чужим и дурманяющим. Не поддавайтесь его зову. Сконцентрируйтесь на своей задаче. Что у него-то на телефоне было написано, я не обратил внимания. Нет, ну выглядит красиво. Конечно, не на Нинтендо Свитч, но на Олет-экране выглядело чётко. Ну, на маленьком. Здесь, конечно, размазня полная. Татошка, кажется, мы уже не в Канзасе. Ого. Это? Да, это дочери императрицы Синдал. А они не разочаровывают. Джонни, мы послеземного царства. Послы земного царства. Мы должны проявлять уважение, нежеланное внимание. Нежеланное, наверное. Ну, реально чёткие женщины, что не так. Лорд Люкан, добро пожаловать. Благодарю, принцесса Мелина. Вы помните мою сестру? Конечно. Принцесса Китана. Позвольте представить вам Джонни Кейджа, Кунг Лао. Кэйтэши Кэйтэши. Чемпионы земного царства, Рейдена. Надеюсь, ты готов, Рейден. Наши чемпионы жаждут одержать верх. А я сильнее прочих. Слишком долго мы не знали вкуса победы. Принцесса Мелина, нам нужно идти. Нас ждёт императрица Синдал. Спасибо, Таня. Прошу мной. Ну, у неё зубы хоть нормальные, я не знаю. Но выглядят они, конечно, не так... Ну, знаете, вот своеобразно, как в старых частях. Здесь как будто просто две японки-китаянки, которые решили прийти и поприветствовать нас. Но в особенности Мелина и не скажут, что она из внешнего мира. Зубы белые, не острые. О, это кентавры и шаканы. Шестероких существ называют накладными. Монахи рассказывали о них, но увидеть их лично... Я вижу, что её высочество вновь не жалеет средств на фестиваль. А почему нет? Он в честь моего способшего отца. Я впечатлён, принцесса. Я не осуждаю. Как и во всем... Все во внешнем мире, я высоко ценил знакомство с Джерадом. Так стоп, у Мелина же батя Шоокан, или я что-то путаю. И он вообще её создал бы. Это сложная ситуация, на самом деле. Мне её не понять. Первый констабль, наш путь должен был быть свободен. Я должна была позволить Таркотанам заражать город? Ваше Величество, арестованные укрывали их здесь и не выдували их для карантина. Житель земного царства не должен узнать наши тайны, Лимей. Первый констабль, Суньдо, должна принимать более разумные решения. Возможно, я слишком много от тебя требую. Агрессивная какая-то. Похоже, принцесса Мелина её недолюбливает. Лимей возглавляла в Мгаде Дворцовую Стражу. Она была на посту, когда убили отца принцессы. Ну, замок эпичненький. Такой достаточно импичненький. Импичненький. Рейден, беспокойство только впустую растрачивает энергию. Но если я проиграю на турнире, сконцентрируйся на своих действиях, а не на результате. Лишь... Лишь их ты можешь контролировать. Китаро Кинтаро? Боевая готовность приближается, шаблонный злодей. Генерал Шао. Не дай ему спровоцировать себя. Я бы ему вот это вот имя, которое я сказал, дал бы. Ну ладно. Ха-ха-ха. Мне кажется, или чемпион земного царства тщедушное обычного. Хочешь проверить его силу? Рейден. Он скоро себя проявит. Вы еще не рассказывали большинству жителей земного царства о внешнем мире? Так безопаснее, генерал. Думаю, да. Слабый разум ваших людей не выдержит правды. Ты считаешь их слабыми, генерал? Разумно ли это, учитывая, сколько раз они побеждали в турнире? Мы уничтожим вашего чемпиона, Люкан. Он не познает беды. Это жестко. Угрожающе. Ой, Синдал. Так нагнетает. Не, ну ладно, Синдал зачетно здесь выглядит. Приветствую члены императорского дома. Приветствую, уважаемые гости из земного царства. Мы вновь собрались, чтобы почтить наследие моего покойного мужа. Продолжать турнир, который он основал вместе с лордом Люканом, в надежде, что это поможет сохранить мир. Пусть душа Джерарда с гордостью наблюдает за нами из живого леса, где оно опукоилось. А где посох Джерарда? Лорд Люкан. Императрица Синдал, я рад снова быть вашим гостем. Здесь вам всегда рады. Итак, давайте взглянем на вашего чемпиона. Ваше Величество, это Рейден, чемпион земного царства. Он заслужил своего места, воплотив себе лучшие качества жителей земного царства. Ты наверничаешь, юноша. Я чужак в незнакомой стране. Я должен сразиться с ее величайшими войнами. Да, я нервничаю. Так и должно быть. Перед тобой лежит тяжелый путь. Не, нормальная Милфа такая для своих лет, скорее. Началось! Как требует традиции, первым представителем внешнего мира будет первый констебель Сюньдо. А, это та самая, Ли Мэй. Да защитит она славу нашего царства, как защищает порядок в столице. Ваше Величество, я отстаю честь императорского дома и всего внешнего мира в бою. Если так, ты сильно превзойдешь мои ожидания. Помни, если бы не установленная Джередом традиция, тебя бы здесь не было. Ее, по-моему, никто не недолюбливает. Вот как-то... Тебе нужно просто приложить все усилия. Остальное получится само. Короче, ее все недолюбливают. Да, лорд Люкан. Посмотрим, что ты умеешь. Надеюсь, это будет первая победа из многих. Я держу верх, землянин. Землянин. Ты даже не представляешь, как важен для меня этот бой. Блин, а она сейчас сольет. Ну, грустно на самом деле. Хорош. Воу! Блин, мне это напомнило персонажа Марвел. Электро, по-моему, вызвали. Так. Хорош. А почему она не использует какие-то спецприемы? Потому что мне-то повербанк дали. Ладно, ладно, забирай свои слова обратно. А, я могу вызвать... Стоп. Мне стало интересно. Ну, тут хоть какие-то приемы есть. Видите, я вызвал электрокореша. Воу. На. Хорош. Не-не-не, тихо. Так. Так. Блин, я вот подошел. Давай-ка ее с зарядиками. Да, блин. И вот добивающий. Победа. Ну, это не было сложно на самом-то деле. Спасибо за бой, первый констебель. Все, хана ей, походу. Ей сейчас бошку отрубят. Она грустная уходит. Ее, походу, изгнали. В котел ее, скорее всего, закину. Мои поздравления с отличным боем, Рейден. Мы посмотрим, как ты справишься в следующем. Генерал Шао, кто будет нашим следующим чемпионом? Ваше Величество, я выбрал Рейка, моего заместителя. Рейка лишь все родители во время Кавафаунской войны. Он попал в плен, но его дух не был сломлен. Он царапался, кусался и выжил. Не, ну это страшно, страшно. После войны я взял его к себе, превратил в идеального солдата. Мало кто сравнится с ним знания пути и войны. Ну ладно, четкий каратист. В чьей армии ты служил? В каких войнах сражался? Ни в какой, ни в каких. Тогда, увы, ты не готов, землянин? Да чего они считают меня не готовым? Это более будет, боя будет твоим последним. Я уже не сомневаюсь в этом. Э, ну я же его споймал. Так. Так. Воу, какая контратака красивая. Красивая. Но я не был. Но я воин. Эй, я же нажал на R. Ну. Хорош. Так. Блин. Ну он хоть подошел. Победа. Ну, это жестко было. Достаточно таки. Простой фермер одержал победу. А, я, наверное, сейчас против этого бычка буду сражаться. Я готов к следующему сопернику, ваше величество. С кем мне сразиться. Терпение, юноша. Мы продолжим турнир с первыми лучами солнца. Надеюсь, я увижу всех вас вечером на банкете. Играет народная музыка. Ну, я бы так же сидел. Халявная еда, как-никак. Прошу прощения, тебе же 10 тысяч лет, а? Ты стареешь, как вино. Что вы в нем нашли? Он герой, Рейден. Хотя, возможно, сам того еще не понимает. Узнаешь кого-нибудь из собравшихся? Да, большинство. По вашим описаниям. Всех, кроме него. Это Рейн. Верховный маг внешнего мира. Это имя он получил не при рождении, а за свое владение магией воды. Ой, у нее мутят, по-моему. Она наелась. Принцесса, вам плохо? Я в порядке, Таня. Она беременна, что ли? Я сейчас блюганю. Знаю, мне придется сразиться с Мелиной. С Таней тоже. По традиции не должен. Если все же это произойдет, значит, тебя испытывают. Зачем? Умгади, такие как Таня, это жрицы-воительницы. Избранные среди прервожденных дочерей внешнего мира, их с младенчества готовят зачищать императорскую семью. Должно быть во внешнем мире много опасностей, раз императрице нужна такая защита. В прошлом было особенно тяжело. В последние тысячи лет правление императрицы Синдал можно назвать истинным золотым веком. Но воспоминания о том конфликте остались. Мой муж Джерард верил, что будущее наших царств переплатено друг с другом. Давайте двигаться вперед в духе открытого общения, не позволяя тайным разорвать нашу связь. Ваше Величество, для меня честь было здесь познакомиться с вашим народом. Я же уже вижу, что у нас больше общего, чем различий. Хм, наши народы ни капли не похожи чемпион. Что? Ты слышал меня? Земляне не обладают. Довольно, генерал? Прошу прощения, Ваше Величество. Пожалуй, я переборщил с этим потрясающим воином. Если позволите, можешь идти. Блин, меня вот это вот Синдал напоминает какую-то актрису, достаточно-таки популярную. Мало того, что мы можем проиграть землянам, так ты еще напиваешься и оскорбляешь их. Ты без нужды запятнал мою честь и гордую военную традицию своей семьи. Позвольте откровенно, Ваше Величество. Опять? Го, говори. Нельзя забывать о пророчестве колдуна. Он предупреждал, что Люкан попробует завоевать внешний мир. Его предсказания обычно сбываются. Но я не вижу доказательств злых намерений со стороны Люкана. Его вмешательство столетиями поддерживало мир во внешнем мире. Он вынуждает нас идти на компромиссы, сковывает нашу независимость. Если бы мы могли сойтись с врагами в бою, то ты обречешь нас на вечную войну. Все лучше, чем быть на побегушках у Люкана. Если я увижу, что предсказание правдиво, то мы будем действовать, но лишь тогда. И только по моей команде. Разве твой православленный отец не учил тебя, что война это последнее средство, а не первое? Учил, Ваше Величество. Не забывай об этом, генерал. Войдите. Долгая глава, достаточно. Ты звала нас? Я видела, что произошло вечером. Ерунда, я просто съела что-то не то. Да? Я не могу просто надеяться на лучшее, если завтра ты будешь сражаться, твои симптомы проявятся. Китана заменит тебя. Что? Люди и так уже шепчутся, что она должна быть твоей наследницей вместо меня, теперь они будут об этом кричать. Ты сама виновата в своей болезни. До сих пор не понимаю, почему ты тогда покинула дворец без свиты. А, карантин. Мне просто нужно было побыть одной, подальше от всего этого. Я не думала. В этом твоя проблема, Мелина. Ты никогда не думаешь. Мать лишь пытается защитить тебя, сестра. Если от твоей болезни узнает, тебя изгонят из пустоши. А, в пустоши. Чтобы ты возошла на трон, секрет надо сохранить. Пускай лечится там, я не знаю, что там пьют, порошки какие-нибудь у них. Рейден, ты продолжаешь удивлять. Ты победил, Коттеля, Матара и Шиву. Помимо прочих, осталось два боя. Ты готов, землянин? Да, ваше величество. Теперь ты сразишься с моей дочерью, Китаной. Так вроде ж не должны. Ваше величество, это неслыханно. Рейден должен сразиться с вашей наследницей. Милина не может сражаться. Она уехала по важным делам Империи. Но я не готовил его к бою с Китаной. Он уже продемонстрировал свои навыки. Разве он не может импровизировать? Не волнуйтесь, я справлюсь. Хорошо. Со мной будет не проще, чем с моей сестрой-землянин. У меня не было подобных иллюзий. ваше величество. А, высочество. Я одержу победу ради моей императрицы и всего внешнего мира. Я до сих пор сражаюсь. Что за дичь? Такое чувство, что они меня решили испытать. Воу. Я ей вообще не нанес урона. Это первый удар мой был. так. Так. Так, хорошо. Мы почти идем на равных. Так. Блин. Нет, не на равных. Она побеждает своими веерами. Блин, снова побеждает. Она победила. Почему стихия молнии не вызывалась? Ну, не стихия молнии, а короче... Ну, короче, челик этот. Как она контратакует-то? Она прям чувствует. Так, я не понял. Она меня зажала в угол и бьет тупо. Я вахери. Это еще не конец. Так, мне страшно, когда она тупо стоит и смотрит, ждет, пока я сделаю ошибку. Так, хорошо, мы ее схватили. Уже неплохо. Готово. Ну, но я жму, жму. Так, хорошо. Блин, я думал, он дотянется, но нет. Это жестко, ребят. Вы хорошо сражались, принцесса. ты тоже землянин. Удивительно, хорошо. Надеюсь, мы снова встретимся при других обстоятельствах. Настал момент последнего боя. Зайдя так далеко, ты доказал свои способности. Но теперь ты будешь противостоять генералу Шао. Победитель терварвинской войны. Покоритель равнинку Атана. Защитник побережья Навала. Как и многое поколение его предков, генерал Шао доблестно и непоколебимо защищает нас. Весь внешний мир, благодарен ему за службу. Впечатляющий список заслуг, генерал. Это лишь их часть. На перечисление всех уйдут Дени. Но это не молод Днева, поэтому нормально. так хорош так 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 давай не ну сразу видно силен тысячи он даже ни одного удара мне не донес кажется Китана получше воин будет а первый удар но он топор свой ставил эх дуражка хорош ребят все кончено я справился у нас черным стал поздравляю рейден победа за земным царством что-то я не выкупил а это весь турнир был могу я помочь не подходи землянин отлично ты превзошел мои самые смелые ожидания благодарю вас лорд люкан благодаря тебе жаждущие воины жители внешнего мира вновь усмирены идем попрощаемся с нашими хозяевами и вернемся в земное царство отлично да это был потрясающий рейден ты показал всем этим внешним мирцам герас мой старый друг мы тысячи лет не виделись я рад встрече взаимно лорд люкан я следил за вами с помощью песочных часов вы наслаждаетесь своей ролью защитника земного царства она подходит мне куда больше чем роль хранителя времени я никогда не желал заменить кронику она сошла с ума выстраивая историю и не хотел разделить ее судьбу и поэтому я буду вечно благодарен за то что вызвался охранять песочные часы несмотря на то что я отказался от их силы новая эра началась как и должна была вы создали меня по своему подобию долг для меня превыше всего я конечно рад что тебя видеть но ты не пришел бы просто так что то случилось с песочными часами они мне кое-что показали что герас когда вы перезапустили историю то изменили судьбы определенных злодеев чтобы нейтрализовать их по крайней мере один из них противится своей судьбе шанцу так он сбежал от своей бессмысленной жизни пытается стать могучим колдуном он уже пробился на двор синдал я не видел его во время турнира но если эта змея нашептывает синдал ваше видение мира уже может быть под угрозой благодаря за предупреждение герас прошу вернись к песочным часам и попробуй выяснить что нибудь еще значит мы найдем его в внешнем мире приведем сюда и допросим ребят это такая длинная часть я в ахере просто напросто на самом то деле я не думал что эта часть настолько будет длинной я в шоке 40 минут геймплея в прошлый раз всего-то двадцатка была в этот раз аж в два раза больше я в шоке я в ахере ладно я выхожу потому что у меня уже устал голос на самом деле потому что озвучивать каждого персонажа в особенности генерала шао это очень сложно у меня связки сейчас горят просто-напросто поэтому наверное вот как раз таки на этом моменте мы и завершим данную главу глава 4 закончилась будем ждать главы 5 я уже сейчас играть не буду я прошел за сегодня получается аж целых так стоп если это была а это была третья глава я чуть не сказал четвертая это вот сейчас четвертая началась это была третья жесть короче жесть в общем на этом все всем большое спасибо за просмотр если понравилось видео подписывайтесь на мой канал ставьте лайки всем пока и до новых встреч